Я приветствую вас, возлюбленная и благословенная Церковь Иисуса Христа. Сегодня воскресенье в нашей Церкви снова богослужения. Приглашаем всех. Давайте с вами помолимся. Дорогой Небесный Отец, спасибо тебе за день чудесный, воскресный. Слава тебе, Аллилуйя, что ты воскрес, Аллилуйя, что ты умер на кресте. И мы благодарим тебя, Господь, за то, что мы являемся причастниками Божеского естества. Мы твои дети, мы твои дочери, мы твои сыновья. И мы любимы. И сегодня мы хотим приблизиться к тебе еще ближе, чтобы понять, осознать, уразуметь, то, что ты любишь нас, и мы благодарны тебе, Господь, за твою любовь. Мы поклоняемся тебе, благодарим тебя за то, что ты у нас есть. Аллилуйя. Прими всю честь, всю славу, всю хвалу. Аллилуйя. Мы хотим погрузиться в твою любовь, мы хотим созерцать твою красоту, насыщаться образом твоим. И еще раз утвердиться в том, что ты главная ценность во Вселенной, и нет подобного тебе. И многие ищут исцеления, помазания, славы, твоей любви, твоих благословений. А мы ищем тебя, мы ищем твоего лица. Аллилуйя. Слава тебе, Господь. Ты нужен нам, и мы благодарны тебе, Господь, за то, что мы нашли источник жизни. Аллилуйя. Благодарим тебя, Иисус. Этот хлеб, это твое тело, это вино, это твоя кровь. Ты сказал, ешьте мою плоть, и пейте мою кровь, и будете иметь жизнь вечную. И кто не будет есть плоть сына человеческого и пить его крови, тот не будет иметь в себе жизни. Спасибо тебе за то, что ты пролил свою кровь. И воспоминания о жертве твоей на кресте мы творим. Это хлебоприловление, причастие, вечерю, твое воспоминание. Спасибо тебе. Поклоняемся тебе. Аллилуйя. Слава тебе, Иисус. Открывай сердца, уши, глаза наши духовные, чтобы могли стать сегодня практически своим духом, душой и телом одним целым с тобой. Во имя Господа Иисуса Христа молюсь. Аминь. Открывай сердца, уши, глаза наши духовные, чтобы могли стать сегодняшним. Мы открываем свои сердца. Тот Святой благодатица, на крестолы с небеса сгибается на нас. Мы открываем свои сердца, Дух Святой, Благодательца, А Крестолы с небеса сливаются на нас. Мы славим Тебя, Господь, сию душой, Ты наш утешитель, Дух Святой. Мы славим Тебя, Господь, сию душой, Ты наш утешитель, Дух Святой. Мы при Тобой, Отец, стоим сейчас, Ты изливай свой Дух Святой на нас. Мы открываем свои сердца, Дух Святой, Благодательца, А Крестолы с небеса сливаются на нас. Мы открываем свои сердца, Дух Святой, Благодательца, А Крестолы с небеса сливаются на нас. Мы славим Тебя, Господь, сию душой, Ты наш утешитель, Дух Святой. Мы славим Тебя, Господь, сию душой, Ты наш утешитель, Дух Святой. Мы славим Тебя, Господь, сию душой, Ты наш утешитель, Дух Святой. Мы славим Тебя, Господь, сию душой, Ты наш утешитель, Дух Святой. Мы славим Тебя, Господь, сию душой, Ты наш утешитель, Дух Святой. Аминь. Слава Тебе, Господь. Сегодня мы будем по традиции нашей церкви учиться молиться по Слову Божьему. По-моему, на очередь идет филиппицам третья глава. Давайте посмотрим. Откроем. Да. Филиппицам третья глава с 8 по 14, 16 и 20 стих. И сразу будем переводить эти стихи Священного Писания на себя. Так. 242 страница синодального перевода. Да и все почитаю тщетую ради превосходства познания Христа Иисуса, Господа моего. Для Него я от всего отказалась. И все почитаю за ссор, чтобы приобрести Христа и найтись в Нем не со своей праведностью, которая от закона, но стою, которая через веру во Христа с праведностью от Бога, поверя, чтобы познать Его и силу воскресения Его и участия в страданиях Его, сообразуясь в смерти Его, чтобы достигнуть воскресения мертвых. Говорю так не потому, чтобы я уже достигла или усовершилась, но стремлюсь, не достигну ли я, как достиг меня, Христос Иисус. Братья, я не почитаю себя достигшей, а только забываю заднее и простираюсь вперед. Стремлюсь к цели, к почести Вышнего Звания Божия во Христе Иисусе. Аминь. Шестнадцатый стих. Впрочем, до чего я достигла, так и должна мыслить и по тому правилу жить. Аминь. И двадцатый стих. Мое же жительство, мое же жительство на небесах. Откуда я ожидаю и Спасителя Господа моего, Иисуса Христа. Иисуса Христа. Аминь. Слава Господу. То есть наша задача, духовный рост состоит в том, чтобы познать, да, познать своим разумом и своим сердцем, вот, что мы совершенные, что мы праведные, что мы святые, непорочные, неповинные предо лицом Божьим. Это истина, и нам нужно в этой истине с вами возрастать. Аллилуйя. И именно этого и хочет Бог, да, чтобы мы сами видели себя глазами Бога, так как Бог видит нас. Аминь. Вот в чем достижение, да, почести, высшего звания Божьего в Христе Иисусе. То есть верой мы берем, да, то, что уже совершил Христос на кресте. Аминь. И мы живем, да, согласно тому, чего мы достигли. А вот. И у каждого из нас мера духовного возраста разная. И поэтому каждый, да, живет, вот, так, как он мыслит. Здесь написано, и так кто из нас совершен, так должен мыслить. То есть мы верим в то, что мы совершенны во Христе Иисусе. И нужно так мыслить, что мы совершенны во Христе Иисусе, да. И если вы еще так не думаете, не мыслите, то это Бог вам откроет обязательно, что вы совершенны во Христе Иисусе. Аминь. И написано, впрочем, до чего мы достигли, так и должны мыслить и по тому правилу жить. Раз мы совершенны, значит, так мы и должны мыслить и по тому правилу жить, по тому, как мы совершенны. Аминь. Аллилуйя. От наших мыслей зависит, да, вот, наше отношение к Богу, отношение к себе, отношение к окружающим и вообще вся наша судьба. Наш характер. Аллилуйя. Что значит познать Его, силу воскресения Его, участие страдания Его, сообразуясь смертью Его, чтобы достигнуть воскресения мертвых. Что это значит? Значит, то есть мы должны верить, да, что мы так же нетлинны, как Иисус, потому что Он умер, и мы умерли в Нем. Он был погребен, и мы погреблись в Нем. Он страдал, и мы страдали в Нем, да. Вот, и Он воскрес из мертвых, и мы воскресли из мертвых. Он был нетлинный, и мы, значит, нетлинные. Вот. Если мы будем так мыслить и так верить, то мы достигнем воскресения мертвых. Аминь. Имеется в виду в разуме своем, да, и не имея в виду та жизнь, когда ты выйдешь из своего физического тела. Имеется в виду, когда мы живем здесь, воплоти, вот, мы должны в своем разуме достигнуть этого нетления, такого же нетления, как у Христа. Аминь. Слава Господу. Так, дальше идем. И апостол Павел говорил, что он все почитает тщетую ради превосходства познания Христа Иисуса. То есть, что имеется в виду? Что он почитал тщетую? Что он почитал за мусор? Он почитал за мусор все вот эти религиозные обряды, которые он выполнял, будучи фарисеем, да, будучи гонителем церкви. Думал, что он служит тем самым Богу, а на самом деле служил дьяволу. И поэтому мы от этого всего должны отказаться, да, чтобы приобрести Христа. Аминь. И если кто хочет жить по закону греха и смерти, да, и делами закона оправдаться, да, тот отпал от Христа, отпал от благодати. Вот. И такой человек, он самоправедный. Как известно, что сам...